Правительство — это не монолитная вещь, которая является вашим врагом. Это множество других вещей, которые являются вашими врагами. Нашей мечтой было обеспечить будущее человеческой свободы. В начале 90-х годов группа математиков, неудачников, хакеров и любителей объединились вокруг общей веры в то, что интернет либо разрушит искусственные стены, либо заложит основу для Орловского государства. Мы можем помешать Министерству правды. Они вывели раздел математики, называемой криптографией, как оружие против централизованного планирования и наблюдения в этом новом виртуальном мире. Шифропанки — активисты криптографии. Тем больше я понимаю, насколько это была действительно решающая технология для общества. Агентство национальной безопасности заявило, что безудержное публичное обсуждение криптографических исследований угрожает нашей национальной безопасности. Я видел в этом решающую развилку на пути к будущему свободы человека. Далее Ризом предоставила серию четырех частей о движении, которая предвидела как обещание, так и опасность, которая ожидала нас впереди. Когда интернет перевернет мир. Вы, люди, которые здесь присутствуют, можете сказать, «Хорошо, а какой мир мы действительно хотим построить?» И построите это! Представьте, если хотите, садитесь за утреннее кофе, включаете домашний компьютер и читаете дневную газету. Что ж, это не так уж и нереально, как может показаться. Для нас очень важны были вопросы свободы. Это образец того, что вы можете заказать через свой компьютер. Он сочетает в себе мощность вашего компьютера с удобствами вашего телефона. Мы видели, что информационные технологии могут создать тираническое общество контроля сверху-вниз, в стиле 1984. Или он может развиться во что-то, что является децентрализованным средством обеспечения свободы человека. И даже тогда нашей мечтой было обеспечить будущее человеческой свободы. В конце 90-х годов, на заре эры интернета, группа молодых ученых-информатиков из Кремниевой долины начало ломать голову над тем, что эта новая технология будет значить для общества. Мы изучали потенциал компьютерных систем и увидели, что все, что связано с цивилизацией, что позволяет ей работать, мы можем создать так, чтобы она работала намного лучше. Самой влиятельной фигурой в том, что впоследствии станет движением шифропанков, был физик Тим Мэй, который представлял интернет в будущем, как место для того, что он назвал бы криптоанархией, где нарушители закона, радикалы и политические диссиденты могли защитить свою деятельность от государственных надзоров и контроля. Люди делали вещи, которые не требовали ни от кого разрешения, потому что людей нельзя было отследить, и это не могло быть остановлено. Но была другая группа людей, которая увидела потенциал компьютеров в постепенном изменении общества изнутри путем децентрализации торговли и улучшения распространения знаний. Их окрестили хаекианцами высоких технологий, потому что на их мировоззрение повлияли работы австрийского экономиста Фридриха Хаека. Фундаментальные идеи хаековской экономики заключались в том, что отдельно сформулированные планы хорошо сочетаются друг с другом. И мы рассматривали электронные средства массовой информации как средства координации сложной работы, на которую раньше мир был не способен. Столкновения и видения между хаекианцами высоких технологий, которые хотели построить глобальный рынок без границ, без трений и криптоанархистам, которые рассматривали интернет как технологическое средство подрыва всех правительств, определило курс для движения шифрофанка. Если Мэй был отцом криптоанархии, то центральной фигурой хаековцев в области высоких технологий был экономист и предприниматель Филд Саллин. Теперь, если у вас есть персональный компьютер, нам говорят, что вы можете делать покупки дома в том, что называется в Electronic Mall. Это было за несколько лет до изобретения всемирной паутины, но компьютерные компании предлагали новый тип услуг, в котором клиенты могли подключиться через свои телефонные линии, чтобы отправлять сообщения на доску объявлений, проверять свои гороскопы или ходить по магазинам. Вы можете покупать товары в универмагах. Все это через экран компьютера. Саллин, чье мировоззрение сформировалось благодаря внимательному чтению Хаека, понял, что эти услуги были не просто диковинкой или цифровой версией старого каталога почтовых переводов. Они были началом чего-то, что могло однажды стереть национальные границы посредством торговли и подрыва государственной власти. В своем дальновидном эссе в 1991 году он предвидел, как интернет изменит мир в 1995, в 2000 и последующих годах. Статическая роль магазина и покупателя, продавца и покупателя, автора и читателя, систем, определяемых их односторонними информационными потоками, будет заменена новой формой носителей, обеспечивающей двухсторонние информационные потоки. Прежде чем заняться компьютерами, Саллин руководил частной ракетной компанией и был савтором исследования Конгресса, критикующего расточительные расходы НАСА. Но, по его мнению, между его интересом к космическим путешествиям и вычислениями существовала преемственность, потому что в обеих отраслях цель технологии заключалась в снижении транзакционных издержек, препятствующей человеческой деятельности, делая возможным исследование новых границ и взаимодействие таким образом, чтобы оно не было непомерно дорогим. Теперь, благодаря достижениям в области вычислительной техники, есть возможность покупать и получать именно ту информацию, которая вам нужна. Получать ее, когда вы хотите, в той форме, в которой вы ее хотите получить. И это будет расти со скоростью, не имеющей себе равных со времен изобретения печати. Но Саллин был в первую очередь предпринимателем. И в середине 80-х он умиревался запустить одну из таких платформ для покупки и продажи информации. Он назвал это американским информационным обменом, или АМИКС. Этот бизнес, которым мы занимаемся, направлен на то, чтобы сделать возможным новый вид вещей, а именно, возможность покупать и продавать информацию в интернете. АМИКС был радикальной идеей в середине 80-х годов. Теперь вы можете сказать кому-нибудь, так что это, как eBay, или как Priceline, или как Amazon? А тогда, когда мы пытались объяснить это людям, они просто не могли этого понять. Они не могли осмыслить этого. Некоторые из них, я думаю, не могли представить себе вычислительного конца этого. Милтон Фридман этого не понял. Хотя АМИКС во многом напоминал онлайновые торговые площадки, которые открылись 10 лет спустя, до своего времени АМИКС была чем-то большим, чем просто идеей. Что отличает его, так это то, что он опирается на политическую философию, и его благородную цель поставить индивидуальное принятие решения над централизованным планированием. Это был экземпляр австрийской экономики. Теперь вставьте в код и подключите. Нечто подобное могло иметь серьезные человеческие последствия, и это было видение. Гибкая рыночная система, ориентированная на транзакции с двухсторонней обратной связью. Салем писал, это приведет к вытеснению монолитной, в основном государственной бюрократии. Мы закладывали философские основы того, что такое электронная коммерция, и теперь у нас может произойти творческий взрыв. Это изменит мир. Да, это правильно. Посредничество между большими популяциями людей с помощью электронных средств приводит к появлению разнообразных захватывающих форм социального поведения. Главным архитектором АМИКС был новаторский инженер-программист Чип Морнингстар, который работал в производственной студии Джорджа Лукаса, где он руководил созданием Хабитат, одного из первых виртуальных онлайн-сообществ. После присоединения к АМИКС Морнингстар выступил с автором эссе, в котором утверждалось, что при построении мира программного обеспечения детальное централизованное планирование невозможно. Мир просто сложнее. Люди сложнее, вы не можете знать, каковы все их цели. Что вы можете сделать, так это поместить их в среду, в которой возможны определенные вещи. Вы не можете сказать людям, чего они хотят. Идеи Фила Саллина, Марка Миллера и Чипа Морнингстара о том, как интернет будущего может централизовать общество, вдохновили Тима Мэй на то, чтобы сформировать радикальное иное видение. Мэй, который впоследствии стал самой влиятельной фигурой движений шифроварщиков, был представлен Саллину и Морген Старру в декабре 1987 года. Чип сказал, «Санта-Круз есть один парень, с которым себе следует поговорить». Как ученый из Intel, Мэй решил проблему, влияющую на надежность микросхем памяти компании, под названием «Проблема альфа-частиц». Богатый благодаря акциям он проводил дни на пляже, читая научно-фантастические романы, и размышляя о том, как сетевые персональные компьютеры могут превратить некоторые из их футуристических сценариев в реальность. Итак, я встретился с Филом в Ренвуд-Сити, и он рассказал, как будет работать АМИКС. И я сказал, «Люди не собираются продавать бессмысленные вещи, вроде рекомендаций по катанию на доске для серфинга». По мнению Мэя, АМИКС может быть полезным инструментом для подрыва государственной власти, но только путем подрыва правовых и социальных норм. И я сказал, «Это будет корпоративная информация. Это будут планы бомбардировщика для бомбардировщика B1». Кто захочет это купить, конкурент или компания? Кто хочет это продать? Кто-то, у кого есть доступ к этой информации. Это два различных типа либертарианцев. Он не понимал, в какой степени вы можете принести пользу миру, снизив транзакционные издержки для всех. Как и Салин и Хаякинцы в области высоких технологий, Мэй видел в персональном компьютере технологию, способствующую радикальным изменениям в обществе. Но у него было иное видение виртуального рынка для любых, без исключения товаров и услуг, которым он назвал BlackNet, или технологическое средство подрыва деятельности всех правительств. Активность пользователей АМИКС была открытой, но BlackNet был бы непроницаем к правительственному отслеживанию и надзору. И, возможно, это будет сеть без владельцев вообще. Многие люди сначала скажут, что BlackNet не допустит правительство. Возможно, но технологии, вероятно, сделают это неизбежным. Если вы не встретите человека физически, даже если не знаете, на каком континенте он находится, вы не сможете его принуждать. Тим Мэй умный парень. Он отлично подходил для оттачивания наших идей и технологий. Я хочу жить в мире, который нас окружает, а не пытаться построить его с нуля. Мы видели, что это происходит изнутри и ведет мир за собой. В 1988 году АМИКС была приобретена программным гигантом Autodesk. Все больше молодых технологов объединились вокруг Салена и Хайокинсов в области высоких технологий. И все они работали над общим видением повышения свободы человека с помощью сетевых персональных компьютеров. Именно из этого дома идей выросло мировоззрение. Сален умер от рака в 1991 году, в том же году, когда всемирная паутина стала общедоступной. Но его интеллектуальный вклад и конфликт с Мэй заложил основу для того, что будет дальше для шифровальщиков, долгих усилий по созданию самостоятельной и анонимной формы цифровых денег. А также послужит развитием раздела математики, называемого криптографией, которую они стали рассматривать как ключ к личному освобождению в интернете. Книга называется «Рассвет компьютерного государства». Я говорю о том, что крупные бюрократии власти, которые дает им компьютер, становятся более могущественными, и что они избегают сдержек и противовесов представительной демократии. В 1983 году репортер «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Бернхэм предупредил, что интеграция компьютеров во все аспекты повседневной жизни может привести к уровню автоматизированного наблюдения, неизвестному ни одному из предыдущих периодов. Бернхэм утверждал, что для того, чтобы общество изменило курс, гражданам необходимо подняться в рамках демократического процесса и потребовать новых юридических мер защиты для защиты своей частной жизни. «Есть способы справиться с этим. Мы сделали это. И все, на что я надеюсь, это то, что мы достаточно напряжены и бдительны, чтобы увидеть их и пойти за ними». Это просто политическая челюсть. Несколько лет спустя физик по имени Тим Мэй утверждал, что вера в представительную демократию была наивной. Он считал, что только инновации могут спасти нас от урловского государства. Произошедшие интересные вещи – это технологические изменения. Телефон, копировальный аппарат, видеомагнитофон, компьютеры. Мэй стал свой учредителем движения «Шифропанк», которое объединилось вокруг идеи, что недавний прорыв в области криптографии был ключевым нововведением в борьбе с тиранией, сравнимый с тем, как арбалет позволяет людям выступить против средневековой армии. Это прозрение. Это как стоять на вершине горы и видеть, что это где-то снаружи. Далее Ризен рассматривает то, как одно сообщество пришло к выводу, что криптография является мощным оружием для победы над Большим Братом. Вот вторая часть из серии четырех частей о том, как движение «Шифропанк» предвоситило надежды и опасность, которые ожидали впереди, когда интернет перевернул мир. В конце 70-х годов произошел поразительный прорыв в области криптографии. Я видел в этом решающую развилку на пути в будущем свободы человека. И я действительно так и делал. Летом 77-го Марк Миллер был 20-летним студентом Ельского университета, работающим на контркультурного технического визионера по имени Тед Нельсон. Как и многие будущие шифровальщики, он узнает об этом революционном открытии, когда к его двери прибудет августовский номер Scientific American. И я читаю колонку «Математические игры» Мартина Гарднера. И я просто невероятно взволнован. Просто невероятно взволнован. Я звоню Теду посреди ночи и говорю Теду, что мы можем помешать Министерству правды. Как сказал Гарднер своим читателям, было сделано открытие, которое произвело революцию во всей области секретной коммуникации. Это была работа групп математиков и компьютерных ученых из Массачусетского технологического университета и Стэнфорда, включая молодого исследователя по имени Уитфилл Диффи. Если вы посмотрите на 1791 год, когда был принят «Биль о правах», доминировали невероятно частные разговоры. Создатели не предвидели, что частное общение будет происходить через компьютер, отправляя сообщения по всему миру, которые можно легко перехватить. Криптография с открытым ключом дает вам механизм, с помощью которого вы можете восстановить эту способность вести непонятный конфиденциальный разговор между двумя людьми. Посмотри на это. Шифры. Что ж, вернемся в офис и приступим к делу. Отправка секретного сообщения, используемого для перевода слов с помощью секретного кода, который потенциально могут взломать шпионы и правительственные агенты. Фил, я думаю, что я понял. Зи из Ди. Ви из И. Любой, кто отправляет и получает сообщение, также должен иметь копию секретного ключа или устройства перевода, точно так же, как дешифрующие кольца, собираемые американскими школьниками, начиная с 1930-х годов. Вот так вы можете получить его для себя. Для начала купите банку о Валтен со вкусом шоколада. Криптография с открытым ключом сделала декодирующие устройства ненужными, а вычисление и схема фактически невозможны. Супермен! Большим прорывом стала легкая в решении математическая формула, в которую можно было вложить слова так же легко, как выбросить их в люк. Но если вы перевернете проблему и попытаетесь вытащить сообщение с другой стороны, то в этом направлении формулу было почти невозможно решить, так что даже суперкомпьютеру, пытающемуся перебрать случайные числа, потребовалось бы 40 квадриллионов лет. Но человек, создавший математическую формулу или люк, хранил ответ на проблему или секретный код, позволяя этому человеку получить исходное сообщение. Ее также можно сравнить с самой распространенной системой лазейки для отправки сообщений. Рассмотрим почтовый ящик. Кто угодно может бросить письмо в почтовый ящик, но вынуть его может только почтальон, у которого есть ключ. Любой человек в мире мог составить одно из этих уравнений, выступая в роли почтальона своего собственного непроницаемого виртуального почтового ящика. Поскольку этот человек мог доказать право собственности на почтовый ящик, открыв его с помощью единственного известного ключа, криптография с открытым ключом также позволила установить удостоверяемую личность в интернете, полностью отключенную от любой реальной личной информации. Зная экономику так, как вы это делаете, и глядя на то, что происходит с интернетом, что вы можете увидеть в будущем? Самая поразительная и неочевидная вещь заключается в том, что современные технологии находятся в процессе предоставления уровня конфиденциальности, которого у нас никогда не было. По сути, в настоящее время в бесплатном программном обеспечении доступны хорошо известные способы шифрования сообщений, так что только предполагаемый получатель может их прочитать. Так что если ФБР их перехватит, для них это тарабарщина. Так что с одной стороны, вторая поправка заключается в том, что это был способ убедиться в том, что если правительство попытается подавить народ, народ победит. Да, и милиция была бы не очень хороша, но она бы сотню к одному превосходила профессионалов. В современном мире оружие, имеющееся в армии, отличается намного больше, чем было это в 18 веке. Но я также думаю, что если вы посмотрите на то, что такое политика в настоящее время, настоящие войны между правительством и населением это информационные, а не физические войны. Шифрование означает, что они не смогут вас арестовать. Они не могут шантажировать ваших близких людей. Они не смогут сделать ничего из того, что могли бы сделать правительство, чтобы убедиться, что публичная информация – это то, что им нужно. Между тем, разведывательное сообщество США делало все, что было в их силах, чтобы не допустить попадания этого нового инструмента в руки общественности. Что ж, кто-то однажды мне сказал, если вы думаете, что New Direction повлияли на внешний мир, вы должны были увидеть, какое влияние они оказали на АНБ. В третьей части этой серии мы рассмотрим усилия правительства США по прекращению использования криптографии с открытым исходным ключом, угрожая уголовными преследованиями, а также правовую и общественную борьбу, которую ведет один из основателей шифровальщиков за свободу. Взлом шифрования имел важное значение для военных действий. Англия, вероятно, пала бы, если бы Энигма не смогла прочитать сообщения, потому что каждый раз, когда немцы посылали бомбардировщики, королевские ВВС знали, куда они полетят, и тем самым могли замаскировать свои самолеты для защиты. Если бы хоть какая-то значительная часть этих атак была доведена до конца, Англия была бы гораздо беспомощной, она могла бы пасть, и ход Второй мировой войны мог бы измениться. Отсюда и правило, в которых говорится, амуниция — это предмет войны. И проблема в том, что они на самом деле не принимали во внимание свободу слова, свободу запросов, академическую свободу. Но что касается шифрования, то у террористов будет более широкий доступ. Это история борьбы правительства США за то, чтобы надежное шифрование не попало в руки граждан. И она о том, как активисты первой поправки сопротивлялись. Вот третья часть из четырех частей о том, как движение шифровальщиков 90-х годов превосходило все опасности, которые ожидали впереди, когда интернет перевернул мир. В 1977 году исследователи из Массачусетского технологического института сделали удивительное открытие — математическую систему для шифрования секретных сообщений, настолько мощную, что она потенциально могла сделать правительственную слежку практически невозможной. Но прежде чем эти математики смогли опубликовать свои исследования, АНБ дало понять, что это может привести к их посадке в федеральную тюрьму. Правительство США считало эти математические системы современным технологическим оружием. Их распространение было преступлением в соответствии с правилами международной торговли оружием. И MIT приостановило планы по его распространению. И я решил буквально, они собираются классифицировать это по моему трупу. Марк Миллер, 20-летний студент из Ельского университета, читал об этом открытии в Scientific American. Итак, я поехал в MIT, и мне удалось достать бумажную копию этой штуки. Я ходил по разным копировальным магазинам, поэтому я не делал много копий в одном месте. Я отправил их домой и в компьютерные организации, и журналы для любителей по всей стране. И дал копии газеты некоторым своим избранным друзьям. И я сказал им, что если я исчезну, убедитесь, что это выйдет наружу. В начале 1978 года федеральное правительство США отступило и решило разрешить публикацию. И с тех пор, как она была опубликована, мир пошел другим путем. Но криптовойны только начинались. В конце 70-х Агентство национальной безопасности заявило, что безудержное публичное обсуждение криптографических исследований угрожает нашей национальной безопасности. С тех пор частное криптографическое сообщество и правительство спорят по этому поводу. Маршалл Маклюин сказал, что однажды мы все будем жить в глобальной деревне. Итак, глобальная деревня здесь, и ее главная улица называется интернетом. Интернет также создал устройство электронного наблюдения, не похожее ни на что, что мир когда-либо видел. А это означало, что прорывы криптографии в 70-х годах больше не были редкой темой. Они были спасением частной жизни. Интернет-пользователи могли защитить свою онлайн-деятельность от шпионажа. Это заставило разведывательное сообщество снова попытаться остановить распространение этого мощного инструмента. В 1991 году разработчик программного обеспечения по имени Фил Циммерман выпустил первую относительно простую в использовании системы, обмена секретными сообщениями, основанную на надежном шифровании, которое получило название PGP. Оно как-то попало за океан, и я рад слышать хорошие истории о том, как его используют места, где действуют деспотические правительства. После этого Министерство юстиции США начало трехлетние уголовные расследования в отношении Циммермана. На том основании, что сделал свое программное обеспечение доступным за пределами страны, он мог быть виновен в экспорте оружия в соответствии с законом о контроле над оружием. Между тем, Агентство национальной безопасности утверждало, что программное обеспечение Зиммерман будет использоваться растлителями малолетних и преступниками. Они говорят, что PGP существует для защиты борцов за свободу в Латвии. Факт заключается в том, что единственное использование, которое привлекло внимание правоохранительных органов, это парень, который использовал PGP. Поэтому полиция не смогла сказать, каких маленьких мальчиков он соблазнил через сеть. Детские порнографы, террористы, отмыватели денег, выбирайте сами. Это люди, которых припишут как носителей смерти и разрушения. Но это правда. Это правда. Так они правы? Да. Но все технологии имеют плохие последствия. Телефон, вымогательство, угрозы смерти, угрозы взрыва, похищение. Неконтролируемое издание книг могло позволить появиться сатанинским книгам. Шифропанки утверждали, что PGP похож на любой другой опубликованный материал, потому что под капотом это просто серия инструкций, которые должна выполнять машина. «Ограничение свободы, выражение мнения разработчиков программного обеспечения, это проклятие о свободном обществе и нарушение первой поправки», писал экономист и предприниматель Фил Саллен. В 1991 году в ИСЭП под названием «Свобода слова в программном обеспечении». Шифрование невозможно контролировать, независимо от того, мощно оно или влияет на правительство, потому что это свобода слова. В начале 90-х Джон Гилмор, который был соучредителем движения шифровальщиков, рисковал попасть в тюрьму в своей компании, чтобы заставить правительство признать, что регулирование шифрования нарушает первую поправку. По сути, у нас было сообщество из тысячи человек, разбросанных вокруг, которые пробовали разные идеи о том, как обойти провизиса, чтобы передать шифрование массам. Чего мы опасаемся через несколько лет, так это того, что оба террориста нажмут кнопку шифрования на телефоне, и хотя у нас есть доступ, мы не можем понять, что они говорят в реальном времени. Администрация Клинтона сообщила Конгрессу, что американцы не имеют конституционного права выбирать свой собственный метод шифрования, и тем более настаивать на принятии законодательства, которое потребовало бы от компании создание механизма, позволяющего правоохранительным органам взламывать его. Мы выступаем за надежное шифрование. Мы просто хотим убедиться, что у нас есть дверь и ключ под властью какого-то судьи. Откуда мы можем попасть, если кто-то планирует преступление? Шифробанки искали способы ослабить позиции правительства, указав на сходство между программным обеспечением для шифрования и другими формами защищенной речи. В то время как Фил Циммерман находился под федеральным расследованием за то, что его программное обеспечение доступно для загрузки за пределами США, чтобы доказать свою точку зрения, он убедил MIT отразить его действия в аналоговом мире, распечатав исходный код PGP и отправить это в европейские книжные магазины. Правительство знало, что если они обратятся в суд, чтобы запретить публикацию книги из университета, они проиграют и проиграют в спешке. Были даже люди, которые на самом деле наносили татуировки с шифровальным кодом на теле, а затем они начали спрашивать, могу ли я поехать в другую страну. Мы распечатали футболки с кодом шифрования и отправили их в Государственное управление по контролю над боеприпасами и спросили, можем ли мы опубликовать эти футболки. В конце концов, они так и не ответили на этот вопрос, потому что поняли, что отказать означает инициирование судебного процесса, который они проиграют, и поэтому лучшим ответом было полное отсутствие ответа. Расскажите немного подробнее о технологии шифрования. Нет, нет. Спасибо. Я не решался даже использовать это слово, но я больше не использую его, верно? В 96-м году Министерство юстиции объявило, что не будет возбуждать уголовные дела против Фила Циммермана, и крупная победа в суде пришлась на то, что два федеральных судей пришли к выводу, что шифрование защищено первой поправкой. Криптовойны все еще продолжаются. Что мы выиграли в первых раундах, так это право опубликовать его и право использовать его в программном обеспечении для массового рынка. Но на самом деле мы не сделали этого, а развернули его в ПО для массового рынка. Сейчас крупные компании внедряют в свои продукты серьезное шифрование, и мы получаем множество возражений со стороны правительства по этому поводу. Мы за верховенство закона, но мы не хотим создавать пространство, выходящее за рамки нарушения законов Соединенных Штатов. Это не только предусудительное сексуальное насилие над детьми, но и множество дополнительных форм серьезных преступлений, допускаемых сквозным шифрованием. Я не уверен, что конфиденциальность будет преобладать в криптовойнах. Это непрекращающаяся борьба. В начале 90-х годов, в то время как Гилмор ввел судебную битву за свободу слова в программном обеспечении, шифропанки изучали потенциал криптографии в контексте разрушения политических границ и подъема либеральной демократии. В четвертой части серии мы рассмотрим, как эти мечты оборачиваются разочарованием, смертью движения шифровальщиков и его возрождением после изобретения биткоина. И вы смотрите на это и думаете, «Вау, это было бы здорово, если бы это сработало». И тогда вы понимаете, «О, черт возьми, это действительно работает?» Государственные границы — это просто лежачие полицейские на информационной супермагистрали. Криптография действительно сильна. Здесь мы можем делать все, что захотим. Это могло бы стать эквивалентом децентрализованной деятельности правительства. Я говорю о крахе правительств. Я думаю, что мы действительно видели это в средние века. Вероятно, благодаря печатному станку. Это история сообщества ученых, математиков, философов и активистов, которые считают, что интернет в сочетании с недавним достижением в области криптографии перевернет общество и откроет новую эру суверенного индивидуализма. В наших силах начать мир заново, прямо сейчас. Можно ли с помощью этой технологии творить зло? Да. И что? Смирись с этим. Вот последний выпуск из серии из четырех частей «Происхождение движения шифропанк» и о том, как оно помогло сформировать наш современный мир. Мы видим свободный мир, который достиг беспрецедентного уровня процветания за всю историю человечества. Мистер Горбачёв, снесите эту стену! Если бы вы меня спросили 10 лет назад, возможно ли, чтобы коммунизм рухнул в 92-м году, я бы сказал, совершенно нелепо. Падение Берлинской стены было для меня важным, потому что я думал, что это конец истории и что национальные границы перестанут быть стенами тюрем. Итак, пару лет спустя, когда я открыл для себя интернет, я подумал, «О, это часть того паттерна, когда границы и расстояния перестают быть препятствием для людей». Затем я обнаружил целый клан людей, которые идентифицировали себя как компьютерные люди. Я нашёл своё племя, и среди этого клана был список рассылки шифровальщиков. Если вы хотите подписаться на нашу рассылку, заглавьте «Подписаться на шифровальщиков». Что такое шифропанк? Шифропанк и активисты криптографии. Список рассылки шифровальщик, который был запущен осенью 92-го года, через год после запуска всемирной паутины, стал местом сбора глобального сообщества, заинтересованного в использовании криптографии, чтобы позволить людям общаться и совершать сделки в интернете конфиденциально. За последние 20 лет внезапно появились базовые техники выполнения всевозможных вещей, которые кажутся невозможными. Применяйте их на практике. Многие шифровальщики были вдохновлены работой компьютерного учёного Дэвида Чаума, который продемонстрировал возможность использования криптографии для создания анонимной платёжной сети, работающей в интернете. Из-за шифровальщиков и научных статей Дэвида Чаума, я подумал, что третье, что произойдёт, — это экономическая свобода, что люди больше не будут ограничены национальными границами и дистанцироваться от сотрудничества, обмена ресурсами и помощи друг к другу. Но в этот переломный момент коллапса границ внутри сообщества шифровальщиков возникло разногласие по поводу того, приведут ли эти криптографические инструменты к большей индивидуальной свободе, свободной торговле и распространению демократии, или к концу правительства в целом. Самой влиятельной фигурой движений шифровальщиков был физик и интеллектуальный провокатор Тим Мэй, придумавший выражение «криптоанархия». Он рассматривал падение Берлинской стены как свидетельство того, что общественные институты, которые мы воспринимаем как должные, могут рухнуть в короткие сроки, как это, например, было в Средние века. Мы видели маленькие княжества, монархии, религиозные, папские государства. Мы видели их крах, вероятно, в результате публикации, печати. Мэй написал одностраничное резюме того, как криптография перевернет общество. Так что я просто сел за свой маленький макинтош и написал это по образцу коммунистического манифеста. «Призрак преследует современный мир, признак криптоанархии». Криптография действительно сильна. Мы можем быть защищены от чего-либо вовне, от наблюдателей, от тех, кто навязывает нам прошлое, мешая будущему, которому мы пытаемся создать. Мэй скептически относился к идее о том, что человечество стало свидетелем беззастенчивой победы, экономического и политического либерализма, или что тиранию можно преодолеть коллективными действиями. Мы, люди, хотим, чтобы нас признавали с определенным достоинством, независимо от того, происходят ли они в Восточной Европе, Азии или в Латинской Америке. Мэй принял основную на технологиях теорию, исторических изменений, резюмируемую девизом движения, придуманную математиком Эриком Хьюзом, звучавшую как «к шифропанки пишут код». Эрик имел в виду, под шифропанками, пишущими код, это не быть одним из тех парней, которые ходят на конференцию либертарианской партии и просиживают там, чтобы кого-то избрали городской совет. В этом безумие. В то время, как произошедшие интересные вещи были технологическими изменениями, телефоном, копировальным аппаратом, видеомагнитофоном, меня действительно заинтересовало то, что вы не просто идете и не спрашиваете регулирующий орган, «О, нам нужно больше конфиденциальности в интернете». Мы исправляем это. Споры, жалобы, лоббирование и политика имеют номинальные эффекты. И что меняет мир, так это принятие технологии, движение общества. Написание кода означало создание систем для анонимных транзакций в интернете. Это сделало произвольное деление политического мира неуместным. Национальные границы — это просто лежачие полицейские на информационной супермагистрале. Онлайн-криптографические сети будут струклированы, форму которой контракультурные технологии 70-х годов приветствовали за гармонию с природой и высокую устойчивость к внешним атакам. Сети без владельцев, с множеством взаимосвязанных узлов, которые было бы практически невозможно остановить. «На геодезическом рынке экономика больше не будет служанкой политики», отметил киберпанк-писатель Роберт Хаттинг. «Государства в конечном итоге станут такими же церемониальными, как современные конституционные монархии». Эта идея связей, многие ко многим, была явно должна случиться, но было намного проще построить функциональную сеть для сотрудничества и торговли, когда можно было положиться на центральный орган в обеспечении соблюдения правил. «Как мы могли использовать эту странную криптографическую технику для решения этой странной экзотической маленькой проблемы, которую в реальном мире вы решите просто потому, что… «О, я знаю, какой у вас номер социального страхования», или «Вам нужно иметь удостоверение личности государственного образца, удостоверяющая личность». «Вы идете в банк и можете открыть свой банковский счет». И они могли связать их вместе и сказать, «Хорошо, если Джим Маккой выйдет за пределы суда в 100 тысяч долларов, мы знаем, где его найти». «Вы можете покупать и продавать недвижимость в киберпространстве, используя криптографические протоколы». «Идеи способов, которыми люди могут обеспечить эквивалент децентрализованной деятельности правительства». «Тим украл некоторые идеи из моей машины свободы, переработал их с помощью всего этого технологического материала, а затем я украл их обратно». Функция правительства, которую было особенно трудно воспроизвести с помощью криптографии, была эмиссия денег. Шифропанки пытались создать систему интернет-валют без границ, такую же анонимную, как наличные, и такую же, как золото, сохраняющую свою ценность без поддержки центрального банка. Золото приносит очень хорошие деньги, потому что никто, мягко говоря, не может производить его больше, в то время как биты прекрасно копируются. Тим Мэй и многие другие считали электронные деньги святым Граалем, потому что они дополняли картину. Мэй утверждал, что частная децентрализованная денежная система является ключевым компонентом построения нового мира без границ, в котором деятельность и активы отдельных лиц будут противодействовать государственному контролю и конфискации. Вы не встречаетесь физически с человеком, и вы не можете его принуждать. Но внутри движения была другая фракция, которая отвергла видение Тима Мэя оцеплении нового мира в гиперпространстве. Хайеканцами высоких технологий были такие люди, как Эрик Дрекслер, Марк Миллер, Фил Саллен. Они были сосредоточены на разработке безопасных вычислительных систем, основанных на экономических знаниях, в частности на тех, которые принадлежат австралийскому лауреату Нобелевской премии, Фрейдриху Хайку. Вместо того, чтобы строить новый виртуальный мир, защищенный от государственного вмешательства, хайкианцы высоких технологий стремились использовать технологии для сноса стен и разделения в существующем мире. Они полагали, что внедрение новых инструментов для координации действий людей постепенно подорвет способность правительства посягать на наши свободы. Мы много-много фантазировали о том, как мир может быть другим, но мы видели, что исходит изнутри этого мира. Криптография была инструментом для переноса экономических концепций и юридических структур в интернет, но цель заключалась в развитии новых форм одноранговой торговли и обмена знаниями. Хайковцы высоких технологий считали, что даже несовершенные системы могут постепенно трансформировать общество изнутри. Общая дуга мировой истории направлена к верховенству закона, к менее коррумпированным системам. Если появление мира криптокоммерции создает системы, которые значительно менее подвержены коррупции, но работают с целым набором различных механизмов и режимов управления, так что они не всегда везде неподкупны, я думаю, что это неправильно, но работают с целым набором различных механизмов и режимов управления, я думаю, это нормально. Предоставление людям таких инструментов, которые позволяют им успешно начать действовать так, как вам бы этого хотелось, это огромная сила. В отличие от «Вы должны пойти сюда, где это жестко зашифровано, и это работает именно так, как мы этого хотим». Нет-нет, давайте постепенно повышать уровень людей, и это улучшит мир. Для многих шифровальщиков темная сторона криптоанархии была воплощена в трудах химика и инженера-электрика Джима Белла, участник электронной рассылки, который в середине 90-х сравнивал агрессию государства с агрессией грабителей, насильников и убийц, и постулировал криптографически защищенный рынок, на котором анонимные лица могли фактически заплатить за убийство государственных служащих с целью разрушения государства. В 1997 году Белла арестовали и отправили в тюрьму, в том числе за то, что он сбросил бомбу-вонючку на правительственное здание. Тим Мэй дистанцировался от сочинений и деятельности Белла, утверждая, что рынок убийств, подобные тому, что написал Белл, могут быть как неизбежными, так и желательными. Можно ли с помощью этой технологии творить зло? Да. И что? Смирись с этим. Смирман однажды сказал мне, что он никогда не сожалеет о том, что когда-либо представил миру PGP, потому что его могли использовать Аль-Каида, или Талибан, или еще много чего. Я говорю, ну и что? Я не несу моральной ответственности. Это произошло бы вне зависимости от того, существовали бы мы или нет. Потому что у технологии своя логика, и люди хотят делать то, что хотят. Я имею в виду, что они хотят бесплатного дерьма. Они хотят свободно что-то делать. Даже если они говорят, что это нужно регулировать, они часто принимают сознательные решения копировать музыку, копировать видеокассеты, которые хотят посмотреть. BlackNet — негативные последствия. Я не заинтересован в этом. Когда вы создаете технологию для решения проблем, тогда у этого есть последствия, которые мы пытаемся продумать заранее. Посмотреть и выяснить, как бы мы их могли решить. И определить недостатки того, что мы создаем. И это ответственность разработчика. И мы, конечно, этим занимались. И разговор с Тимом Мэйм для проработки таких вещей, типа «А что, если я был бы черной шляпой?» Безусловно, был полезным фоном для переработки таких идей. Но это абсолютно не то, чем были шифропанки. Так что прогресс в распространении демократии, если смотреть на него в долгосрочной перспективе, действительно был весьма примечательным. Наша мечта состояла в том, чтобы обеспечить будущее человеческой свободы. И у нас была эта странная уверенность в том, как будет разворачиваться будущее. И используя знаменитую фразу Алана Кея, мы приложили свою руку к ее изобретению. Но на этой дороге было намного больше сорняков и объездов, чем мы могли ожидать. Когда мы только запускались, мы надеялись, что у нас будет 400-500 человек. Сейчас у нас 100 тысяч человек. Так кто знает, куда мы идем дальше? Использование постоянно растущей емкости серверов, принадлежащей таким компаниям, как Google, вместо того, чтобы находиться на вашем сервере, под вашим столом, профессионалы следят за всеми программами и данными. Кто не хочет более простой жизни? Я считаю этот способ работы более простым. Вы собираете полгигабайта информации о своих клиентах. Что вы делаете с этой информацией? Они хотят знать о вас все, чтобы вам продавать свои вещи. В результате каждый из вас проходит цифровой проктологический осмотр, а НБ специально нацелено на общение с каждым. В течение следующей четверти века интернет сделает возможным взрыв личной свободы и обмена информацией, как и предсказывал Фил Сален в 1991 году. Крупные бюрократии с властью, которая дает им компьютер, становятся более могущественными, и они избегают сдержек и противовесов представительной демократии. Facebook собирает информацию, за которую восточно-германские штази бы убили. Я думаю, что большинство людей вполне счастливы передать другим людям всю информацию о себе в интернете, во вмен на несколько фотографий ваших школьных друзей, детей или кого-то еще. К середине 2000-х казалось, что движение шифровальщиков в основном потерпело неудачу. Затем разразился мировой финансовый кризис, за которым последовали масштабные спасательные операции со стороны центральных банков. 31 октября 2008 года изобретатель по имени Сатоши Накамото поделился белой книгой, описывающую новую одноранговую неправительственную денежную систему, объединив воедино технические и философские концепции, разработанные в списке адресов электронной почты с шифропанков. Через несколько лет движение возродилось с новым поколением, приверженным к делу повышения личной свободы и конфиденциальности с помощью криптографических инструментов. Это биткоин, который единолично несет ответственность за текущую волну активности шифровальщиков. Это всегда более беспорядочно, чем могут представить себе провидцы, потому что реальность больше, чем любая голова. Мы все еще находимся на пути к созданию архитектуры, которая расширяет человеческие свободы и защищает нас от динамики в другом направлении.